23 апреля, понедельник. После двух недель протестов на улицу Киривана праздник. Сэр Шарксян оставил пост премьер-министра Армении. Оставил добровольно. Я не верил, но сейчас убедился, что молодежь способна все изменить. Мы все должны преклонить колени перед этими людьми, которым удалось без капли крови добиться такого результата. Спасти страну от кровопролития именно этим мотивом руководствовался Сэр Шарксян. Такого в Армении еще не было. Первое лицо государства отказалось от власти, чтобы республика не скатилась в гражданской войне. Никол Пашинян был прав, я был не прав. Нынешняя ситуация имеет несколько решений, но я не пойду ни по одному из этих путей. Это не мое. Уличное движение против того, чтобы я занимал этот пост. Я исполняю ваши требования. Мира, гармонии и логики нашей стране. Вариант первый – это пойти на переговоры, однако переговоры не состоялись ввиду ультимативных, по сути, требований Пашиняна. Вариант второй, то есть второй экстрим – это попытка, не назовем это силового, но, по крайней мере, завершения протестных движений путем использования всех средств, которые может позволить себе государство, обладающее правом легитимного насилия. Бархатная революция, которую объявил лидер оппозиции Никол Пашинян, диктует пока свою логику. Премьер ушел, а народ на улицах остался. Митинги в Ереване каждый день. Паузу протестующие решили взять лишь на два дня – пятницу и субботу, чтобы столица отдохнула. Вид пустующей площади даже как-то непривычен. В последнее время здесь очень много людей, десятки тысяч. Как видите, мусора нет. Нередко сами протестующие убирают за собой. Но оппозиция в пятницу и субботу все же не отдыхала. Отправилась в Гюмри и Джеван-Иванадзор. Для этого устроили автопробег. Люди, кажется, не устают требовать перемен. Наша победа неполная. Мы не хотим просто отставки Сержа Сарксяна. Мы хотим, чтобы все республиканцы в полном составе ушли из власти. Лидер республиканцев Серж Сарксян собрал ночью экстренное заседание однопартийцев. Главный вывод – сильная оппозиция – это сильное государство. И еще. Основная проблема – это непонимание с нашей стороны, со стороны республиканской партии, опасности монополизации политики одной политической партии. Это основная наша ошибка, которую мы признаем. К тому же Серж Сарксян действительно обещал уйти после окончания второго президентского срока. Но соратники по партии, очевидно, уговорили его занять премьерский пост. Но это стало лишь спусковым крючком. Двигателем бархатной революции стало другое – экономическое и социальное положение страны. По официальным данным, если мы смотрим национальные статистики службы, то почти по 30% бедность – это люди, которые официально считаются бедными. Но мы-то понимаем, что если подходить с более строгими критериями, эта цифра будет намного больше. Да, в целом зарплата в Армении за 10 лет правления Сержа Сарксяна выросла. Но выросли и цены. Зимой за один лишь газ надо платить около 125 долларов. Это одна треть среднего ежемесячного дохода. Еще одна причина – народного недовольства. Социальная пропасть между бедными и богатыми. Самое главное, чтобы люди узнали, что его борьба не за власть. Его борьба – это борьба против коррупции и это за процветание Армении. Протестная волна подняла верх Никола Пашиняна. Он уже заявил о своих премьерских амбициях. А ведь еще месяц назад он был рядовым депутатом. Из оппозиционной фракции ЕЛК в переводе «Выбор». В национальном собрании всего 9 мандатов из 105. Это мало для того, чтобы влиять на ключевые решения. Но Пашиняна это совсем не смущает. Он уверен, премьер должен быть народным избранником. А техническая фигура на время кризиса до следующих парламентских выборов, по мнению Пашиняна, сомнительный выход. Если придет этот нейтральный премьер-министр, и мы согласимся, а республиканцы согласятся, и потом что-то будет, кое-что плохое в его действиях. Кто будет за это нести ответственность? Республиканцы? У них нет ничего, чтобы потерять. Все ответственность останется на нас. Если ответственность будет на нас, почему наш кандидат не должен быть премьер-министром? То есть это вопрос политической ответственности. Как это для Юре сделать? Пограммать, чтобы было правильно конституционно? То, что мы предлагаем, это на 100% соответствует конституции. На 100%, не на 99%, а на 100%. Потому что по конституции Армении парламент может назначаться премьер-министром любого гражданина. Не обязательно, что он был членом правящей партии или членом парламентского большинства. А вот избирательный кодекс и закон о партиях, считает Пашинян, нужно менять, чтобы одна политическая сила не могла единолично принимать решения. То, что он опытный политик, он это уже показал. Он сделал то, что многие считали невозможным. Но одно дело, грубо говоря, я не хочу, как грубо назвать, ломать, но одно дело побеждать власть, а другое – эту власть удержать и эффективно ее распорядиться. Все перемены, которые предлагает оппозиция, в основном касаются внутренней повестки. Что касается внешней политики, Пашинян не планирует ничего кардинально менять. После перемен, при новой власти, не будет никаких геополитических реверсов и отношений между Россией и Арменией в рамках Евразии. И вот ЭКП будут развиваться нормально и даже хорошо. Пока же обязанности премьера исполняет республиканец Карен Карапетян. На днях он должен был встретиться с Пашиняном, но переговоры не состоялись. По инициативе Карапетяна, теперь уже он напоминает оппозиции о том, что монополизация власти – это тупик. Посмотрите, хочу сказать, чтобы сказанное мной было обязательно услышано. Говорится, что на переговорах только моя повестка, другой повестки нет. Премьер – я или никто. Мы же говорим о демократии, плюрализме, готовности слушать друг друга. Конституции, парламентской стране. Это похоже на монополию. Монополию на политической арене. Под вечер субботы – сенсация. Правящая республиканская партия выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра не будет. То есть власть в Армении действует последовательно. За мир, гармонию и логику в этой стране. Ирина Макарчан, Амин Авакян, Арман Симонян. Вместе Армения. Редактор субботитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова